Спонсор выпуска новостей – торговая марка «Фамильные колбасы». «Фамильные колбасы». Поставь кухню на паузу. Иногда надо поставить кухню на паузу. «Фамильные колбасы». Поставь кухню на паузу. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Саратов сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Возлагали цветы, а на театральной площади стреляли. Мне понравилось, что дети веселые, смеются. Праздничные мероприятия ко дню победы стартовали в Саратове. Ты нарушаешь, тебя снимают. Куда едешь? Очередная подборка тех, кто не привык ездить по правилам в нашей рубрике «АвтоХам». Строителям ускорится администрация искать учителей. Ребята, делайте три смены. Как обстоят дела на площадке, где возводят уникальный предуниверсарий. Какая погода за окном ждет нас в четверг 9 мая, в день Великой Победы. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Почтили память. Сегодня несколько тысяч саратовцев с гвоздиками пришли на Воскресенское кладбище. Там прошла торжественная церемония возложения цветов в мемориалу защитникам Отечества. Официальных речей не было, звучала только молитва, холостые выстрелы и военная музыка. Роман Базан вместе со всеми вспомнил тех, кто сражался за Родину. Сегодня на Воскресенском кладбище было многолюдно. Сюда, как и каждый год, пришли саратовцы, ветераны и молодежь, чиновники и депутаты. Была минута молчания, и после этого пришедшие понесли сотни гвоздик к мемориалу защитникам Отечества. Здесь сегодня был губернатор Валерий Радаев, глава региона также пришел с цветами. Затем у мемориала отслужили молебен. Сегодня здесь сказали, что Великая Победа ковалась и в тылу, и на фронте. Так вот, это дань тем, кто сражался за Родину и не вернулся. А мы все помним, что на фронт ушли более 600 тысяч саратовцев, и половина из них не вернулись. Это большая беда. Беда в каждой семье. Нет такой семьи, в которую не ушел дедушка, отец и так далее. Но я хочу сказать, что за свой период. Вот я в 44-м родился, детдомовский. Воспитали меня южане, у меня поэтому кабардинская фамилия и отчество, русское имя. Я вам скажу, нам тоже досталось. Мы прошли 36 локальных войн. С честью выполнили то, что положено военнослужащим. Были сегодня и депутаты Госдумы Николай Панков и Ольга Баталина. С цветами пришли руководители и сотрудники силовых ведомств, представители Следственного комитета. Например, каждый год участвуют в церемонии. Прадед мой без вести пропал. Дед лежит здесь неподалеку, в Новоскресенском кладбище. Он участник войны. Начал с Белофинской. Закончил в Будапеште. Поэтому, конечно, мою семью затронула Великая Отечественная война. Я помню об этом всегда. И вся моя семья, и дети всегда приходят со мной в этот праздник для того, чтобы поклониться деду и сказать спасибо. Завершилась церемония десятью залпами. Солдаты стреляли в воздух холостыми. Завтра в Саратове состоится бессмертный полк. Начало шествия в 15.00. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И в продолжение темы прошел парад Победы. Сегодня на Театральной площади стреляли, маршировали и пели. Около 8 тысяч саратовцев посетили это торжественное мероприятие, посвященное 9 мая. В составе колонны были парадные расчеты воинских подразделений, ветеранских организаций, высших и средних учебных заведений Саратовской области. Затем выступила рота почетного караула Вольского военного института. О праздничном параде без комментариев. Войска Саратовского гарнизона во знаменовании 74-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне построены. Парады без комментариев. Войска Саратовского боецкого, восточного, ордена Жукова, института войск в Воскварде. Для чего до сих пор нужно проводить парад? Парады нужно проводить, чтобы новые поколения помнили, чтобы оставалась память и люди помнили, как была война из своих предков. И какое-то народное творчество узнается. Это же тоже важно. Это же картинка «Сельское хозяйство». Мы изображаем, да, то, что мы работаем. Женщины в поле, как собирали урожай. Мне понравилось, что дети веселые, смеются, радуются, когда мир на планете, когда душа поет. Мы не лезли, обгорелые пыли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. О, раком права. Отпустили под домашний арест. Бывшему сити-менеджеру Алексею Прокопенко изменили меру пресечения. Заседание прошло в октябрьском суде. Отметим, что следствие требовало продлить Прокопенко срок содержания под стражей на два месяца. Сторона обвинения считала, что он может скрыться и повлиять на свидетелей. Напомним, Алексей Прокопенко скрылся от органов следствия и суда в 2014 году. Он обвиняется в хищении средств жителей заводского района. Сумма ущерба больше 80 миллионов рублей. В марте Прокопенко сам пришел в районный отдел Следственного комитета и сдался. По словам экс-чиновника, себя он считает невиновным. В России хотят привязать штрафы к цене авто. Речь о превышении скорости. Такую идею предложили столичные специалисты. По их словам, сумма должна зависеть от уровня дохода нарушителя. Тогда и владельцы дорогих иномарок задумаются, считают эксперты. В Саратове ловить автохамов помогают водители. Отправляют ролики патрульным. Роман Базан излучил очередное видео. Далее рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые вопиющие. Улица Чернышевского, Део Матис. Мчится по правой полосе. Иномарка слева остановилась, а малолетражка нет. Водитель не уступил дорогу девушке, едва не сбив ее. Да вот, навстречу бабушка заехала мне за Олимпией. Я вот ей к морде сейчас прижал, встаю. Что она делать будет, я не знаю. Район стадиона «Спартак». Наш помощник Патрик снял автохама на Део Матис. За рулем бабушка. Судя по кадрам, женщина не понимает, что нарушает. Еле-еле сдает назад и вновь пытается проехать противодвижения. Ей это сделать не дают. Пенсионерка возмущается. Ты куда ездишь? Назад ехай, нахуй. Назад ехай. Этого байкера поймали патрульные. Павел не остановился и хотел скрыться. На одном из поворотов упал с мотоцикла. Водитель был пьян. Оказалось, что это его не первый случай. К тому же он числился в федеральном розыске. Свой байк купил всего два дня назад. Повстречный, да еще и на красный сигнал. Все, чтобы опередить остальных, сделали водитель Лада Приора и внедорожник Мазда. Проехали через переезд и заработали себе на лишение водительских прав. Следующие ролики снял Александр Иванов. Телезритель ездит по Ингельсу и часто встречает нарушителей. Вот некоторые из них. Теперь всеми нарушителями займутся автоинспекторы. Им мы передали материалы. Вместе с теми, что не попали в эфир. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами. Вместе. Стройка еще в процессе, но учителей надо искать уже сейчас. Речь о предуниверсарии. Благотворительный проект реализуется в областном центре по инициативе Вячеслава Володина. По словам спикера Госдумы, кадровый вопрос современной школы нужно решать уже сейчас. А строителям не мешало бы ускориться, при этом сохранив качество. Станислав Жижин узнал, в какой стадии работы на важном объекте. Так, 15 у тебя здесь каменщиков, да? Это 20. Новый объект и новая работа. Подрядчик, строивший здание предуниверсария, приступил к возведению интерната для будущих воспитанников современной школы. В прошлом году построили фундамент, в этом приступили к кладке. Готов пока только один этаж из шести. Николай Панков посоветовал строителям поторопиться. Ребята, делайте три смены. Вот в полпятого утра уже светло. Начинайте одна смена, дальше вторая смена и в 10 завершайте. То есть фактически один кран, но за световой день у вас получается 3 по 15. Это сколько? 50 человек. Строительство ведет тот же подрядчик, который возводит многоквартирный дом в Елшанке. По другому благотворительному проекту Вячеслава Володина. Там работы должны завершиться в этом году. Каменщиков в штате хватает. Смены пообещали усилить. В самом учебном корпусе на первом этаже уже занимаются внутренней отделкой. Зимой устанавливали отопление и проводили электричество. Усилить работу необходимо и здесь, чтобы все сделать вовремя и качественно. Депутат посоветовал подключиться к работе и городским чиновникам. Электроснабжение полностью проведено. Сейчас в подвалах есть уже отопление, разводка тоже мы здесь видим, утепление. Поэтому эти вещи уже кто-то должен смотреть. Возможно, из тех, кто дальше будет эксплуатировать. Такая позиция Вячеслава Викторовича Володина, она всегда была для того, чтобы уже за объектом были закреплены ответственные лица, кто дальше бы эксплуатировал ее. Вот здесь вот городу как раз нужно взять и эту составляющую, контролировать. Искать будущий персонал и штат педагогов тоже одна из важных задач. Этим должны заняться региональные власти. По мнению Вячеслава Володина, работу необходимо начинать уже сейчас. Стены важны, но учитель, главный человек в школе, от того, насколько он профессиональный, от того, насколько он сможет передать знания, от того, насколько он будет трепетно относиться к ученикам, зависит будущая школа. К сентябрю строительные работы на объекте должны завершиться. Когда будет набран коллектив учителей и специалистов, он займется обустройством предуниверсария и подбором необходимого оборудования. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратова, 24. Ловили несовершеннолетних курильщиков. В Саратове прошел рейд по кальянам. Сотрудники областной прокуратуры отправились в бар, который находится на Чапаево. Там выявили нарушение. В заведении находились подростки. Отметим, что по закону несовершеннолетние могут находиться в кальянах только в присутствии или с разрешения родителей. В ходе проверки нарушения зафиксировали. Виновных лиц привлекут к административной ответственности. Отметим, что максимальный штраф для юридических лиц достигает 20 тысяч рублей. В ходе проведения проверок, а именно кальянных, установлен факт пребывания в кальянном заведении несовершеннолетнего. Данный факт выявлен на территории Кировского района, а именно в Смокбар по адресу Чапаева, 85. По результатам проведенной проверки, виновное лицо будет привлечено к установленным законам ответственности. Далее прервемся на рекламу и прогноз погоды, а затем продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Множить ваши сбережения просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В четверг 9 мая, в День Великой Победы, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове переменная облачность. Кое-где возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный с порывами до 7 метров в секунду. Днем до плюс 26, а ночью до плюс 13. А спонсор прогноза погоды Секонд Хенд Вова. Внимание, майские скидки по адресу город Энгельс, проспект Строителей 8А. Секонд Хенд Вова. Каждый день цены падают с 350 до 80 рублей. С 11 по 17 мая. Ждем вас по адресу проспект Строителей 8А. Партнер прогноза погоды Двери Мечты. Только сейчас скидка до 50%. А двери со склада от 990 рублей. В Саратове и Энгельсе ветрено, но сухо. Температура днем до 26 градусов, а ночью до 16. Выше ноля. Атмосферное давление около 757 мм в ртутную столба. В остальные праздничные дни будет по летнему тепло. А спонсор прогноза погоды компания Росбанкрот. Росбанкрот. Начни новую жизнь без долгов и стресса. Телефон в Саратове. 42-51-51. Всех с великой победы. До встречи. Ой, дорогие мои, взяла кредит на свадьбу дочери. А мне еще один кредит предложили. На ремонт квартиры. Я и согласилась. Кредитные проблемы можно решить. Обращайся в Росбанкрот. Да, мы обратились в Росбанкрот. И нам серьезно помогли. После процедуры банкротства всю свою пенсию мы тратим только на себя. 42-51-51. Мы продолжаем знакомить вас с новостями, работая в прямом эфире. В России будут более жестко контролировать объем и вес фасованных продуктов в магазинах. Для этого вводятся новые ГОСТы, которые в частности устанавливают границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, сообщает российская газета. Если недолив или недовес превысит установленные значения, производителю будет грозить штраф. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». В республике Алтай сошла лавина, под которой оказалась группа туристов из Новосибирска из девяти человек. Происшествие случилось еще 6 мая, однако известно о нем стало только сегодня. Две туристки, участницы турпохода, смогли выбраться из-под лавины и дойти до населенного пункта. Об этом сообщает коммерсант. Остальные семеро туристов погибли. Тела троих уже нашли спасатели. Все девять участников группы являлись членами секции горного туризма Новосибирского государственного университета. Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью руководителю департамента Минпромторга Денису Паку. Спортсменам назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев, и 1 год и 5 месяцев общего режима соответственно. Эти сроки полностью совпали с теми, которые просил прокурор. По мнению судьи, исправление возможно только в колонии общего режима. Родители волгоградских школьников пожаловались на различия в питании для льготных и нельготных категорий детей. Более 45 тысяч человек подписали размещенную на сайте Change.org петицию, в которой мать троих детей, Лилит Петросян из Волгограда, жалуются на различия в школьном питании для льготных категорий и обычных. Одни получают кашу, другие котлеты с гарниром. Как выяснили журналисты, в ряде российских регионов социальное меню также отличается. В Министерстве просвещения сообщили, что планируют провести всероссийский мониторинг школьного питания. В Саратовской области написали диктант победы. Он прошел в 14 населенных пунктах. В этой всероссийской акции приняли участие более 2000 жителей региона. Среди них люди разного возраста и статуса. Наша съемочная группа побывала на диктанте не только в Саратове, но и в Балакове. Оксана Лючева и участники акции рассказали, какие задания были самыми сложными. Это Балакова, 28-я общеобразовательная школа. Здесь тоже пишут диктант победы. Всего в регионе организовали 27 таких площадок. Геннадий Утенков преподаватель вуза, заведующий кафедрой. Говорит, здесь он не для того, чтобы проверить свои знания истории. Я считаю, что в России один из главных праздников – День Победы. Участие в этом мероприятии – это определение своей идентичности. А ты где? Какое место занимаешь? Какая у тебя позиция? Требования, как к ЕГЭ, диктант победы, проходят в форме теста. Нужно ответить на 20 вопросов на тематику Великой Отечественной войны за 45 минут. Я думаю, что немного выходит за пределы школьной программы диктанты. Диктант победы – всероссийская акция. В стране проходит впервые. Ее инициатор и организатор – партия «Единая Россия». Среди участников в Балакове и депутат Госдумы Николай Панков. Он высоко оценил уровень вопросов диктанта. Их готовили в Москве. Есть и такие вопросы, которые на первый взгляд кажутся, что ответ он вот такой. А потом, когда задумаешься, то понимаешь, что этот город назывался раньше по-другому. А это уже Саратов. Одна из главных площадок диктанта – музей боевой и трудовой славы. Зал на 160 человек полностью заполнен. Да, нам был шанс попробовать себя, вспомнить, что мы сдавали на ЕГЭ, что мы вообще знаем о войне перед таким праздником. Итоги диктанта будут подводить в Москве. Результаты опубликуют 12 июня. Лучшие работы отметят подарками. Оксана Лючева, Вячеслав Саленков, Саратов-24. Рассказали о заслугах саратовцев. В Музее трудовой и боевой славы открылась новая выставка. В экспозиции представлены личные вещи саратовских врачей, участников Сталинградской битвы. На презентации ветераны поделились воспоминаниями о войне. Альфия Багапова знает, чем еще интересна эта выставка. В Саратовском историко-патриотическом комплексе музей боевой и трудовой славы состоялась презентация выставки «Солдаты милосердия». Это совместный проект Волгоградского музея-заповедника «Сталинградская битва», Саратовского государственного медицинского университета имени Разумовского и Саратовского музея боевой и трудовой славы. Посвящена выставка медикам, спасавшим жизни бойцов и командиров Красной армии в Сталинградской битве. Медицинские работники внесли огромный вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне. Они помогали восстанавливать боеспособность нашей армии за счет раненых. В силу своего географического и экономического положения Сталинградская и Саратовская области стали местом сосредоточения крупных медицинских учреждений. Огромное количество раненых солдат поступали в саратовские госпитали. Здесь представлены личные вещи, документы, фотографии и медицинские инструменты тех, кто в годы войны боролся за жизни советских солдат. В Саратовской области их во время Великой Отечественной войны было порядка 150 госпиталей. И, конечно, особая история, особая страница в истории нашей страны именно за саратовскими медиками. Выставка «Солдаты милосердия» работает с 9 утра и до половины шестого вечера. Без перерывов и выходных. В Саратове она пробудет до конца июня. Альфья Богапова, Максим Пустовалов, Саратов-24. Авторскую интерпретацию этюда Федора Бронникова «Головы» можно по праву считать одной из самых женственных в проекте ТВ-галерея. А все потому, что моделями для экспозиции стали ведущие телеканала «Саратов-24». Напомним, наши репортеры помогают юным художникам из малообеспеченных семей. Закупают материалы для занятия живописью. У школьников нередко не хватало красок и кистей. Совсем недавно акцию поддержал и Михаил Пореченков. Актер приедет на финал проекта, который пройдет через две недели. Я думаю, что проект ТВ-галерея очень важна. И думаю, что многие люди благодарны этому проекту. Я думаю, что этот проект нужно продолжать, потому что люди многие надеются на помощь. И это будет очень прекрасно, если хотя бы помочь одному человеку. О главном к этому часу все еще больше новостей на нашем сайте «Саратов-24.тв». Увидимся с вами в выходные, как обычно, в субботу и воскресенье в 20.00. Смотрите программу «Саратов-Итоги». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Спонсор выпуска новостей – торговая марка «Фамильные колбасы». «Фамильные колбасы». Поставь кухню на паузу. Одежда ведущих представлена магазином «Бестселлер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова